В темном-темном зале при свечах среди многовековых археологических находок экскурсоводы рассказывают об экспонатах Южноказахстанского историко-краеведческого музея. В стенах обители древности проходит необычная акция «Ночь в музее». Вы находите билеты и описываете данный экспонат или что-то, описываете то, что вы находите. Посетители музея оказались не просто сторонними наблюдателями, а участниками необычного квеста. Задание было не из легких. Сначала необходимо собрать билеты, расклеенные по всему зданию. На каждом из них название экспоната. Описал интересно и правильно, забирай свой приз. На сегодняшнее мероприятие пришли люди, которые были оповещены по телевизору, по соцсетям. И чаще всего здесь наблюдают молодых людей. Я уверен, что молодежь заинтересовала именно этот музей историей, потому что один человек придет, посмотрит, он пойдет домой к семье и объяснит, расскажет, что было, как было. И они тоже заинтересуются, он скажет друзьям и, может быть, приведет их. Ну да, мне даже пару человек попросили сказать, какие дни открытые, какие часы работают. Хотели бы привезти друзей сюда. Те, кто не принимал участие в квесте, проявили рвение к истории. Рассматривали экспонаты, обсуждали находки археологов. Молодежь охотно участвовала в акции, вдохновившись нашумевшим приключенческим фильмом «Ночь в музее». Впервые меня впечатлило название «Ночь в музее». Конечно, это всех впечатлит, потому что есть такой фильм, всех заинтересует. Так как мы молодежь и особо, можно сказать, у нас редко кто посещает музеи и культурные мероприятия. Данные акции, данные мероприятия очень важны для нашей молодежи, так как культуру надо всегда поддерживать и желательно стараться знать свою историю, хотя бы происхождение. Каждый раз находишь для себя что-то новое. Постоянно новые открытия, узнаешь новые фамилии, больше, глубже, умеешь, знания всегда полезны. Как признаются сотрудники музея, в обычные дни молодых людей здесь практически нет. Большую тягу к истории они, увы, не проявляют. Ночной акции организаторы мечтают разрушить стереотип о скучных музейных экскурсиях. Дать людям представление о музее, не только как о культурно-образовательном каком-то институте, куда нужно обязательно ходить, потому что многие же приходят принудительно, школы заставляют, институты. И что музей это прекрасное место для отдыха, место для семейного праздника, можно на праздник, например, прийти. До того, как я вообще устроилась в музей сама, я устроилась недавно, я действительно думала, что в музей в принципе никто не ходит. Я сама такой человек, который не сильно этим интересуется, честно говоря, я не историк. Но придя сюда, я действительно поняла, что интересующихся людей, истории, культуры нашей, бытом, традиций казахского народа, и не только, очень много молодежи бывает, но реже, нежели взрослые пожилые люди, которые действительно интересуются. Ночью музей действительно преображается. В приглушенном свете свечи кажется, что даже сам Абулай-хан может спуститься в зал, чтобы рассказать посетителям из первых уст историю становления казахского ханства. Байки про ночную жизнь музея и самостоятельную жизнь экспонатов, по словам экскурсоводов, вовсе не выдумка. Под покровом ночи многие предметы на самом деле оживают и передвигаются. Я, честно говоря, я верю вот и в загробную жизнь, и я думаю, все-таки это и не байки. И я нормально к этому отношусь. И даже у нас очень много историй, очень много слухов таких ходят, что да, вот ночью они оживают, что ночью то тот кувшин двигается, то этот вот. Ночь в музее завершили не по-музейному громко. Молодые музыканты решили, что даже древность нуждается в перезагрузке. Молчаливым экспонатом ничего не оставалось, как слушать зажигательные современные композиции в кромешной темноте. Анастасия Новикова, Марат Давлетов, Ербулат Султаев, информационная служба телекомпании «Отрар». Анастасия Новикова, human.